В России заблокировали Телеграм. Этот мессенджер позволял обмениваться сообщениями и файлами разного формата. Долгое время сервис считался самым безопасным и гарантировал пользователям полную защиту личной информации. Чьи персональные данные охраняет система шифрования? И кому на самом деле стоит опасаться слежки? Россия. Москва. Апрель 2018 года. На судебном заседании были представлены неопровержимые доказательства. Именно с помощью Телеграма была осуществлена подготовка к теракту в петербургском метро. Здесь, здесь! Давай, здесь, давай! Давай, руку давай! Хотя его представляли как полностью зашифрованный, едва ли не единственный сервис, гарантирующий пользователям защиту личной информации. По всей видимости, конспирация оказалась на руку совершенно специфической группе пользователей. Россия. Москва. Март 2018 года. Столичное метро, оказывается, оставляло в свободном доступе данные своих пассажиров, которые пользовались бесплатным подключением к интернету. Любой злоумышленник мог получить информацию обо всех пользователях его сети. Об этом случайно узнал программист Владимир Серов. Если бы не он, то все так и остались в неведении. Впрочем, если нет пострадавших, то есть ли смысл бояться? Сегодня в программе. Сенсация. Кто минирует Европу и Россию? Самая большая угроза в случае кибершпионажа на данный момент может и исходит из Китая. Улыбнитесь, вас снимают. Камера – лучший свидетель. Сейчас мы с вами увидим, как один из вот этих мужчин положит в чашку таблетку. Чего боится бывший метр-дотель Кремля? Извините, я не хочу, чтобы со мной занимались, как с другими. Электронный бог. Что готовы положить люди на его алтарь? Приносились жертвы определенные, кровавые. Шпионы там, шпионы здесь. Этот пугающий рефрен все чаще слышен в серьезных статьях и развлекательных телепрограммах. И это вовсе не о политике. За нами следят наши телефоны, наши ноутбуки, наши планшеты. Мы все слышали, что глазок видеокамеры на мобильнике включается самостоятельно, а функция геолокации сама фиксирует передвижение хозяина. Более того, сегодня, заявляют эксперты, за вами может следить любой бытовой прибор. Современный телевизор точно так же имеет у себя встроенную камеру, и который управляется голосом. А что это значит? Это значит, что у него есть микрофон, который записывает. Если вы покупаете кофеварку, у которой есть функция подключения к интернету, вы должны знать, она тоже будет слышать все, что вы говорите. Более того, способности бытовых приборов шпионить за нами закреплены в так называемом соглашении о конфиденциальности. Если произносимые вами слова включают личную или конфиденциальную информацию, эта информация будет среди данных, записанных и переданных сторонней организации. Из соглашения о конфиденциальности. Приложение к договору о покупке телевизора с функцией подключения к интернет-сети. Выходит, теперь нельзя делиться своими идеями, высказывать мнение о политике или обсуждать новую любовь, если рядом есть телевизор или утюг. Зачем вообще нужна эта функция? Скажем, вы можете с работы, зная, когда вы приедете домой, запрограммировать эту кофеварку на то, чтобы она начала кипятиться в определенное время. Это значит, что она подсоединена к сети через, возможно, умный дом, так называемый, через центральный севервер. В 1999 году известный американский футуролог Кевин Эштон вывел термин «интернет вещей». По его словам, как только всякий бытовой прибор сможет контактировать со всемирной паутиной и с любым другим прибором, начнется новая эра. Тогда прогнозы Эштона казались невероятно смелыми и почти несбыточными. Сегодня его термин прочно вошел не только в нашу жизнь, но и в работу спецслужб. Концепция «интернета вещей» поможет разведывательным службам делать свою работу. Из доклада директора национальной разведки США Джеймса Клэпера «Сенату». Февраль 2016 года. Казалось бы, самое время испугаться. Действительно, высокопоставленный сотрудник американской разведки говорит о том, что собирается следить за людьми с помощью «интернет вещей». Однако за два года такой слежки миру пока не был предъявлен ни один преступник, пойманный с помощью чайника или соковыжималки. Иначе говоря, слежка не удалась. Но значит ли это, что подобные устройства безопасны? Мы идем к тому, что у нас, грубо говоря, вся техника будет подключена к сети. Соответственно, рост количества умных устройств поднимает вопрос об их безопасности, потому что любое умное устройство имеет какую-либо прошивку. Но что это за прошивка? Кто ее делает? И самое главное, для чего она нужна? Лишние чипы в микросхемах. Оказывается, они есть во всех бытовых приборах китайского и корейского производства. Это заметили специалисты в ремонтных мастерских. Зачем производители идут на такие затраты? Для чего нужны эти детали? Несколько лет назад таможенная служба Петербурга зафиксировала странное явление. Один из таможенных брокеров обнаружил серьезное расхождение в весе у целой партии китайских товаров. В документах фигурировала одна цифра, скажем, 100 килограммов, а в действительности вес коробки составлял 105 килограммов. Представители таможни отправили запрос китайским поставщикам, но ответа так и не получили. Коробки вскрыли, однако кроме утюгов и чайников там ничего не оказалось. Тогда техники предложили попробовать разобрать приборы. И вот тут их ожидал большой сюрприз. В каждом китайском утюге скрывались дополнительные микрочипы. Вот это даже могу показать с микрофончиком, то есть он уже может звук снимать. Микрочип – миниатюрный передатчик, который самостоятельно подключается к интернет-сети. Вот каким был вывод технических служб таможни. Обнаруженные микрочипы могут вести аудио или видеозаписи и отправлять их по сети в определенные облачные хранилища. И все эти хранилища, разумеется, находятся за пределами территории России. Есть вопрос в другом. Есть ли у этой информации, а, заказчик, и если есть, то что он с ней делает? А мы можем предположить, что есть заказчики политического типа. Сама по себе идея встроенных микрофонов значительно старше, чем думают многие. В Музее Федеральной службы безопасности немало экспонатов, датируемых первыми десятилетиями 20 века. Иначе говоря, как только люди научились записывать чужой голос, так эта техника моментально была взята на вооружение спецслужбами. Что интересно, одним из разработчиков такого шпионского оборудования был знаменитый русский инженер Лев Термен. Он изобрел знаменитый на весь мир терменвокс – музыкальный инструмент, который преобразовывал в звуки воздушные колебания. Эта спецоперация 1943 года называлась «Исповедь». Необходимо было установить прослушивающее устройство в посольство США. При этом проникнуть туда было совершенно невозможно. Американцы прекрасно охраняли свою территорию. И тогда появился простой и гениальный план. Эта операция вошла в учебники, скажем так, спецслужб всего мира. Почему? Потому что для этой операции привлекли даже пионеров Артека. Был сделан подарок руками, соответственно, пионеров. Герб США из редких пород дерева. А внутри, якобы для скрепления этих разных пород дерева, металлический рельсонатор. Разумеется, специалисты-контрразведчики внимательно изучили подарок. Но обнаружили только металлическую конструкцию, безо всякого намека на электропитание, которое скрепляло деревянные детали. По сути, железка не содержит никаких управляющих элементов, то есть там нет никакой логики компьютерной, нет питающих элементов. При этом, при всем, следует отметить, когда человек говорит, она колеблется. Приемник, соответственно, считывает сигнал. Убедившись в безопасности герба, американский посол нашел для него единственное достойное место. Над столом в своем кабинете. Здесь проводились совещания, обсуждались самые острые вопросы и принимались решения. О них советское руководство узнавало раньше, чем президент США. Уникальная резонирующая система сопровождала четырех американских послов. Всякий раз новый хозяин кабинета полностью менял мебель и интерьеры. И только прекрасный герб Америки из лакированного дерева оставался нетронутым. Спецслужбы разного рода стран всегда заинтересованы, как минимум, знать мнение, так настоящее мнение разного рода элиты. И для этого, конечно же, выгодна разного рода прослушка. Однако заказчики чайников и утюгов из Китая вовсе не представители элиты, не чиновники и тем более не олигархи. Зачем понадобилось внедрять прослушивающие микрочипы в бытовые устройства, которые должны были попасть в дома самых обычных людей? Некоторые эксперты выдвинули собственное совершенно шокирующее предположение. Представьте себе, что в один прекрасный день встроенный микрочип вашего утюга активизируется, получив нужную команду из Китая. И тогда, например, он передаст неизвестный компьютерный вирус всем вашим приборам, подключенным к интернет-сети. А они, в свою очередь, транслируют этот вирус дальше. Хватит нескольких часов, чтобы полностью парализовать не только гражданские, но и военные структуры. Если одно государство, там, предполагает воевать с другим и имеет возможность доступа в соответствующие информационные сети, могут не взлететь самолеты или ракеты, например. Пусть не взлетит. Вы команду будете давать, а анализы работают. Но есть и еще одно предположение. Микрочипы могут быть аналогом миниатюрного взрывного устройства. И это не преувеличение. Даже не надо вставлять какую-то там взрывчатку, нужно просто сделать так, чтобы там дать там лишнюю нагрузку на батарейку, и она сама там взорвет. Ни для кого не секрет, что те же мобильные телефоны, произведенные в Китае, взрывались уже не раз. Пакистан. Исламабад. 21 марта 2016 года. Человек выходит из автобуса, и вдруг его карман загорается. На этих страшных кадрах видно, в считанные секунды он буквально объят пламенем. Причина необъяснимого случая – взорвавшийся телефон. Средиземное море. 19 мая 2016 года. Самолет А-320 компании «Ежип-Эйр» рейс «Париж-Каир». На борту 66 пассажиров. Терпит крушение надводным пространством. Сначала известно только о возгорании на борту. Однако спустя полгода следственные органы Франции заявляют, крушение лайнера могло произойти из-за перегревшихся и взорвавшихся гаджетов в кабине пилотов. Тайвань. 25 июля 2017 года. В вагоне скоростного поезда, следующего из Тайдуна в Шулинь, прогремел взрыв. Состав был немедленно остановлен. Началась эвакуация. Причину выяснили в тот же день. В чемодане одного из пассажиров взорвалась телефонная батарея. Сегодня подавляющее большинство бытовых приборов, а также мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты производятся в Китае. Проверить их все практически невозможно. Китай на этой ниве является одним из основных, ключевых и наиболее опасных игроков, потому что в США уже много чего просто не производится. То есть, если айфоны и разрабатываются в США, то производится не все равно в Китае. Это значит, что в случае возникновения реального военного противостояния каждый солдат противника с мобильным телефоном в кармане, каждый специалист, который сидит перед телевизором, и даже чиновник высшего уровня, ведущий в защищенном бункере переговоры по скайпу, могут быть попросту взорваны. Если в каждую кофеварку, чайник или утюг вмонтирован некий чип, значит, под подозрением может оказаться каждый из нас. Ведь все эти электроботовые приборы есть в каждом доме. Визит, который не ждали. В июле 2013 года в дом жителей Нью-Йорка супругов Каталана ворвались вооруженные агенты полиции. Люди в форме обыскали весь дом, а перепуганным хозяевам объяснили. Их подозревают в намерении совершить теракт. Поводом для обвинения стал интернет-заказ. Мишель Каталана купила одновременно рюкзак и скороварку. Казалось бы, ну что тут такого? Обычный заказ. Оказалось, что во время теракта 13 апреля 2013 года в Бостоне террористы изготовили бомбы как раз из скороварок и пронесли их в обычных рюкзаках. Террористы создавали свои взрывные устройства, используя при этом обычную сковороду. Таким образом, служба слежения показала, что заказав данную сковородку, вот данная чета желает заниматься террористической деятельностью. Поэтому нагрянула спецслужба, всех положили на пол. Классические американцы в пижамах и с попкорном супруги Каталана меньше всего были похожи на террористов. Однако следственная группа обыскала все помещения дома, вплоть до спальни. Позже в своем интервью Мишель Каталана возмущенно заявила, что они проверили даже собаку. Что интересно, антитеррористические подразделения не стали ни опровергать слова американки, ни даже извиняться. А совершенно спокойно подтвердили, да, такова реальность. Каждый гражданин США может быть задержан и подвергнут обыску, если речь идет о подозрении в терроризме. Более того, наблюдение будет продолжено. Данный инцидент говорит о том, что спецслужбам хорошо известно в режиме реального времени, кто чем занимается. Это, конечно, требует колоссальных ресурсов, просто фантастических ресурсов, чтобы следить за всеми постоянно. И лишь одно остается необъяснимым. Стоит ли задействовать все эти ресурсы, чтобы в конце концов нагрянуть с обыском к совершенно мирным супругам Каталана? Зачем записывать миллионы и миллиарды разговоров? Зачем? Что это даст? На всех случаев, ну, надо тогда сопоставлять цену и выход продукции. Это все равно, что, а вдруг кто-нибудь что-нибудь секретное выбросит в бак для мушлера, и накапливает баки в течение, там, полугода или года. Что интересно, в отличие от интернет-слежания, методы более традиционные и привычные, такие как видеонаблюдение, дают очень серьезный положительный эффект. Россия. Москва. 2015 год. По данным столичного департамента региональной безопасности, с помощью систем видеонаблюдения было раскрыто 70% преступлений, совершенных в регионе за год. Московская область. 2018 год. После внедрения системы видеонаблюдения «Безопасный регион», общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 13%. На сегодняшний день безопасность жителей обеспечивают 156 тысяч камер видеонаблюдения. Мы пользуемся системой «Безопасный город», «Безопасный регион» и налаживаем работу с другими территориальными подразделениями и правоохранительными структурами. Почти полторы тысячи видеокамер установлены в Балашихе. По словам начальника управления диспетчерской службы, это вполне оправданно. Слишком специфичен городской округ. Микрорайоны располагаются друг от друга на определенном удалении. И вот это удаление заполняет песные массивы. Лес – зона повышенной опасности. Повышенного внимания требует и транспортная инфраструктура. Именно поэтому и была создана концепция «Безопасный регион». Камеры покрывают большую часть территории. Видеонаблюдение ведется в режиме реального времени. Вся информация поступает сюда, на диспетчерский пульт. Единая дежурная диспетчерская служба 112 предназначена для сбора информации о всех чрезвычайных ситуациях. Больших, крупных аварий, даже каких-то чрезвычайных ситуаций и управления по ликвидации их последствий. Многие правонарушители, да и обычные граждане, почему-то уверены, что среди видеокамер, установленных на улицах, встречаются муляжи. За нами не следят, нас просто пугают. Однако сотрудники Блажихинского диспетчерского пункта полностью развенчивают эту легенду. Не нужно заниматься самовнушением. Камеры есть, они включены. И с каждым годом их количество будет расти. Наращивание системы видеонаблюдения – это объективный процесс. Если видеокамеры будут тотально расположены в местах общего скопления людей, то такое преступление будет совершить крайне затруднительно. Может быть, даже если это в режиме реального времени подконтрольно, практически невозможно. История Александра Лосева могла бы превратиться в классический полицейский висяк. Дело, которое невозможно раскрыть, если бы не система видеонаблюдения. Начиналось все традиционно для подобного рода дел. Случайное знакомство в ночном клубе с приятным собеседником. Разговоры по душам и предложение встретиться через несколько дней, выпить кофе и продолжить общение. Александр согласился. Попили кофе. Тут ему кто-то позвонил. Он говорит, тут мои друзья где-то гуляют. Давай с ними, может быть, тоже увидимся. По сей день победа. И у меня никаких плохих мыслей не возникло. Я говорю, да, конечно, давай увидимся. Посиделки теперь уже с целой компанией новых друзей продолжились в ресторане. Александр заказал кофе. Новый друг вдруг пожаловался на плохое самочувствие и попросил Лосева проводить его до туалета. Александр, не подозревая об истинных причинах этой просьбы, согласился. Когда они вернулись к столу, заказанный кофе уже принесли. Примерно прошло где-то час-полтора, я чувствую, у меня начинает кружиться голова, я засыпаю, думаю, плохо. Начал вызывать скорую. На что мне его друзья говорят, у нас здесь водитель внизу стоит под рестораном, мы можем тебя довезти. Классическая схема работы так называемых клофелинщиков. На этот раз была взята на вооружение группой молодых людей. На заднем сиденье машины Александр потерял сознание. Несколько раз он приходил в себя и видел, как новые друзья снимают с него браслет, цепочку и кольцо. Отбирают смартфон, роются в бумажнике. В конце концов машина остановилась на окраине около десятиэтажного дома. Там Александра пересадили в специально вызванное такси. Таксист видел, какое у меня состояние. Он меня спросил, все нормально. Я уже так плохо соображал, у меня лишь бы домой. Я говорю, да, я расплатился, кое-как пошел домой. Отравление оказалось довольно сильным. Александру пришлось четыре дня провести в больнице, прежде чем он полностью восстановился. Разумеется, мужчина обратился в полицию, написал заявление о грабеже. Но про себя уже махнул рукой и на ценности, и на украденный смартфон. Однако полицейские смогли обнаружить следы преступников буквально за считанные дни. Они, в принципе, сразу вычислили и машину, на которой меня увозили, и водителя этой машины, и одного из четверых преступников поймали. Золото нашли. Такая оперативность в поиске преступников объясняется просто. По запросу следователей, администрация ресторана предоставила видеозаписи внутренних камер наблюдения. Вот мы с вами видим, как потерпевший и тот, с кем он познакомился, отходит в туалет. Двое, с которыми они встретились в кафе, остаются на месте. И сейчас мы с вами увидим, как один из вот этих мужчин положит в чашку таблетку. Наружные камеры наблюдения дали дополнительную информацию. Показали, как именно Лосева выводят из ресторана и сажают в машину. А дальше в дело включились камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город». С помощью этих камер был установлен полный маршрут движения, после чего с помощью других баз данных установлен государственный регистрационный знак транспортного средства. Ну, соответственно, компания, на которой они зарегистрированы, и лицо, управляющие им. В итоге были задержаны двое участников преступления. Также следователи смогли выяснить, Лосев был вовсе не единственной жертвой этой группы. Именно камеры наблюдения подсказали, водитель автомобиля, в котором везли Александра, совершал подобного рода поездки регулярно. Благодаря тотальной слежке, о которой сегодня так много говорят, преступников удалось задержать и передать дело в суд. По указанной статье, по которой возбуждено уголовное дело, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. «Законопослушным гражданам не нужно бояться видеокамер», говорят сотрудники силовых ведомств. Все спецслужбы мира интересуются в первую очередь теми, кто нарушает закон или представляет опасность. Совсем иное дело преступный мир. Он тоже заинтересован в информации, в том числе личных данных. Знаете ли вы, что такое глобалка? Оказывается, именно так называют базу, где собрана информация на 40 миллионов россиян. Данные на каждого третьего жителя страны пронумерованы и сопровождены примечанием. Некоторые средства массовой информации время от времени пугают россиян псевдосенсационными новостями. Оказывается, на каждого из нас собрано огромное досье, которое можно купить. И тогда про вас узнают все. От суммы за должности банку до домашнего адреса. Но наши эксперты на это лишь пожимают плечами. Информационные базы существовали всегда. Еще в СССР можно было воспользоваться услугами адресного бюро. А в Европе в телефонных будках лежали толстые справочники с указанием фамилии, адреса и телефона каждого горожанина. Да и сама продажа этих так называемых баз началась не вчера. И давно уже перестала быть секретом. Раньше я знал, что продавались подобные базы на черном рынке, информационные базы. Что это было? Я видел их использование частных деталей. Первоначально эта база была телефонных номеров, которые существуют, стационарных телефонов по Москве. Потом была база телефонов мобильных. Потом была база транспортных средств. Потом была база недвижимости. Об этих базах важно знать. Но вспоминать о них необходимо в связи со случаями мошенничества, которым могут подвергнуться ваши близкие. Идет охота за стариками. Классический пример мошенничества в сегодняшний день, когда звонит мужчина глухим голосом и говорит, вы знаете, ваш внук в беде, нужно срочно 30 тысяч рублей. Людям в преклонном возрасте, да еще после такого сообщения, даже в голову не приходит проверить информацию. Позвонить сыну, внуку, жене сына или подруге внука, чтобы выяснить правду. Они покорно отдают деньги. А мошенники находят в базах новую жертву. Потом мы узнаем, что звонок идет с территории зоны. И вопрос, откуда узнаются эти базы. На самом деле вариантов не так много. Например, в банке информация не слишком надежно скрыта паролями, и хакеры легко ее взламывают. Где-то человек сам оставляет свои данные, не задумываясь о том, к чему это может привести. Однако чаще всего эти базы попросту выносят из той или иной организации нечистоплотные сотрудники. И продают их. Кто-то сливает, соответственно, можно предположить, что рано или поздно все станет скоро за стеклом. Тенденция очевидна, и ее не изменить. Таин больше нет. Спрятаться от вездесущего информационного потока невозможно. Именно открытость и доступность информации делают совершенно бесполезными попытки скрыться самых матерых преступников. Поймать главаря Якудзе помогли социальные сети. В январе 2018 года в Таиланде был задержан лидер одной из самых влиятельных японских группировок Сигахару Сирай. 15 лет он успешно скрывался от Интерпола, пока обычный тайский подросток не выложил в сеть фотоснимок татуированный спины преступника с подписью «Мой кумир». Фотография Сирая набрала больше 15 тысяч лайков. Но для самого Якудза история закончилась плачевно. Тайский подросток, вдохновленный роскошными татуировками незнакомого мужчины, сфотографировал их и выложил в социальную сеть. Молодому человеку даже в голову не пришло, что именно по татуировкам спецслужбы Японии смогут опознать одного из лидеров опаснейшей преступной группировки Сигахару Сирая. 20 лет Якудза скрывался от правосудия, пока не попал в онлайн. Мы должны понимать, что опять же, это не какие-то люди там сидят и выискивают в чужих лентах, неизвестно что, это совершенно невозможно. А программа автоматического распознавания, вот сказала, бам, в ленте там Джона Смида на курорте в Таиланде обнаружен такой-то, такой-то преступник. Да, вылетает группа захвата, его ловят. Этот случай вовсе не единственный. Благодаря системе интеллектуального видеонаблюдения китайским органам правопорядка удалось найти преступника на стадионе среди 50 тысяч человек. Программа вычисла лицо с общей съемки. Вот идет просто какая-то общая съемка, там десятки тысяч людей. И программа говорит, пик-пик, там, что такое? Ага, а вот такой-то вот дяденька, и он в розыске. Сегодня именно онлайн-пространство стало самой большой площадкой для скандалов, связанных с фотографиями, перепиской и вообще личными данными. И если за преступниками охотится полиция, то у интернет-хакеров свои объекты – политики и звезды. 98% людей живут обычной жизнью. Это рядовые граждане. Они ходят на работу, идут домой, в магазин, на фитнес. Стабильная жизнь ничем не примечательная. Но интерес всегда представляют вот эти 2% нерядовых граждан, общественные деятели, спортсмены, политики, известные персоны всех мастей. Они являются объектом охоты. Интимные фотографии Анастасии Волочковой стали достоянием общественности. Откровенные снимки Ольги Бузовой выложены в сеть. Актриса Юлия Ковальчук собирается подавать в суд на тех, кто слил в онлайн ее фото в обнаженном виде. Такие новости стали обычными. Едва ли не каждый месяц в сеть попадают очень личные фото или видео той или иной звезды. Казалось бы, есть повод посочувствовать. Несчастные жертвы папарацци и хакеров. Однако более пристальное знакомство с такими ситуациями вызывает как минимум недоумение. С какой целью эти звезды хранят на доступных ресурсах снимки и ролики, не предназначенные для чужих глаз? И почему одна и та же проблема возникает снова и снова? Те фотографии, которые они не хотели бы показывать, тем не менее они их выкладывают. Соответственно, у них подсознательно они понимают, что эти фотографии могут быть обнародованы. И может быть, они это даже делают специально. Вот вывод психологов. Подавляющее большинство так называемых звездных скандалов обычные провокации с целью увеличения популярности. И ни о какой страшной слежке здесь нет и речи. У этого явления есть медицинское название. Эксгибиционизм. Желание как можно чаще демонстрировать собственные прелести. Распознавание лиц. Прекрасная функция, знакомая едва ли не каждому пользователю социальных сетей. Достаточно выложить фото с друзьями, как умный интернет моментально предлагает. Не хотите ли отметить вашего друга на фото? Однако, даже если вы не хотите никого отмечать, система это сделает за вас. Все тайное станет явным. В марте 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон против конфиденциальности в интернет-сети. Теперь правительство США сможет получать личные данные каждого своего гражданина, находящегося в любой точке мира. В ответ известный криптовалютный предприниматель Андреас Антонополос заявил, теперь сохранить свои тайны смогут только преступники. США, Нью-Йорк, 2010 год. СМИ обсуждают громкий скандал. Тысячи случаев мошенничества с банковскими картами. Следователи приходят к шокирующему выводу. Аферисты получали информацию непосредственно с видеокамер, установленных над банкоматами. США, Детройт, 2011 год. Общественное возмущение обрушивается на местную полицию. Журналистам удалось выяснить, стражи правопорядка следили за неверными женами, а после шантажировали их, обещая предъявить улики мужу. Канада, Монреаль, 2013 год. Жители в полном недоумении. Повсеместная установка видеокамер должна была обеспечить безопасность. Но после нескольких лет тишины вдруг резко выросло число квартирных краш и разбоев. Похоже, информация с этих камер попала в руки преступников. Возможности наблюдения даже привычного нам видеоконтроля используют в преступных целях не только в Монреале, но и в Москве. В декабре 2011 года одного из клиентов адвоката Александра Зорина, подмосковного бизнесмена, дерзко ограбили. Четверо преступников отняли у помощника бизнесмена сумку с тремя миллионами евро. Это был кредит, который бизнесмен взял, чтобы построить фабрику по производству картона. При этом вычислить перемещение жертв бандиты смогли именно с помощью специальных средств. Видеонаблюдение и прослушка стали самой короткой дорогой к деньгам. Три миллиона евро. Приносили их в обычные сумки, чтобы не привлекать внимание спортивное. Однако преступники с помощью прослушки, может, также с помощью видеонаблюдения смогли вычислить этих помощников бизнесмена, их местоположение и организовать грабеж. Однако подозреваемых задержали уже через полчаса. И снова благодаря видеонаблюдению. Только на этот раз техника помогла тем, кто не нарушал закон, а защищал его. Именно видеокамера, которая зафиксировала, как преступники ждут своих жертв во дворе, нашли полюс, на кого застрахованы машины. На протяжении всей человеческой истории наблюдение за гражданами было одной из функций государства. Следили за иностранцами, за аристократами, за инакомыслящими. Наблюдали за поэтами и за генералами. Нередко следили и за теми, кто был допущен к тайнам государства. Кибершпионаж. Сегодня им занимаются около сотни группировок, и четверть из них говорит на китайском языке. Эксперты утверждают, в последнее время внимание китайских хакеров сместилось с Америки на Россию. Гонка кибервооружений с каждым годом набирает обороты. Сегодня шпионаж идет в первую очередь в информационном поле. Кибершпионаж – суперинструмент для разведчика. Ведь вся информация об оружии, операциях и личном составе сегодня хранится не в сейфах, а на серверах. Кибершпионаж и разведка, они как бы идут рука об руку, и одно влечет в другое. Если раньше разведка работала классическими методами, то есть условно говоря, подкуп, шантаж, напоить в баре, то сейчас можно не прибегать к именно вот этим классическим методам. Страны всегда следили друг за другом. Но сегодня глобальная слежка ведется с помощью интернет-технологий. Вот что говорят специалисты. Сильнее всего кибершпионы заинтересованы в странах Южной Азии и России. При этом цели у них, как правило, одни и те же. Кибершпионаж – это попытки с помощью разного рода информационных технологий найти какой-то компромат, ну то есть как-то поучаствовать в политической игре, воровства каких-либо технологий. России интересно не только технологиями, считают специалисты. Охота идет в том числе и на мозги. Наши эксперты в области IT-технологий заслуженно считаются лучшими в мире. Наше программное обеспечение и степень талантливости наших людей в сфере работы с компьютерами действительно зашкаливает. И на это обратили внимание. Сегодня времена, когда главным подслушивающим устройством был человек, кажутся далеким прошлым. Нам удалось найти одного из тех, чья главная задача в течение многих лет была – слушать и слышать. Как спецслужбы следили за тем, кто должен был следить за иностранцами в Кремле? Ахмед Сатаров как раз из таких. Именно поэтому он не торопится рассказывать о своем прошлом. Кто знает, чем закончится излишняя откровенность. Извините, я не хочу, чтобы вы со мной занимались, как с другими. Но для проекта «Тайный Чапман» бывший сотрудник КГБ согласился сделать исключение. Более 14 лет Ахмед Сатаров проработал метродотелем в Кремле. Организация приемов, встреч на высшем уровне, обеды, ужин и сервис. Всем этим занимался Сатаров. Служба его началась в 1959 году, когда отношения Советского Союза с Европой и США были напряженными. Я пришел в разгар холодной войны, когда ракеты стояли на Кубе. Что вы хотите? Разумеется, первое, что должен был сделать Сатаров, это подписать обязательства никогда и ни при каких условиях не разглашать секретной информацией. Секретом между тем становилось все. Даже само место работы. Всем я говорил неправду, что я работаю метродотелем в Метрополии, в Праге. Есть такой документ о неразглашении. Вот как люди работают в оборонке, они подписные, так, и даже они выездные, так и мы. Не подходить к гостям без их прямой просьбы, не принимать ни от кого подарков, не общаться и не дружить ни с кем, кроме коллег. Такой была реальность Ахмеда Сатарова. Обслуживающий персонал Кремля мало говорил, зато много слышал. К концу пребывания Николета Сергеевича на посту, даже выпивающие журналисты анекдоты рассказывали про Брежнева прямо на фуршетах. Летом, рассказывает Сатаров, место работы менялось. Большую часть времени их служба проводила на государственных дачах высших чиновников и в различных посольствах. Там инструктаж был еще более строгим, как и наблюдение за каждым членом коллектива. Был случай, когда в одном посольстве с моими друзьями, ну, раздали всем по часам. С тем четырем отельям, которые обслуживали, значит, дали по часам. Какие-то зарубежные часы. Мы как-то обрадовались, и тут же на выходе нас пригласили, спасибо, так вот, вступили. Ну, посмотрели, там ничего, видимо, такого, не из расчетов, ничего-то не было. Даже свое имя нельзя было называть согласно инструкциям. Причем ни чужим, ни даже своим. После одного из новогодних кремлевских фуршетов к метродотелю Сатарову подошел тогдашний лидер страны Никита Хрущев. В четыре утра, наверное, он обходит залы, в зал, где были ученики, у каждого был стол, а он идет, значит, поздравлять с рюмкой шампанского всех, значит, поздравляя вас тоже, работников, значит, сервиса. Так, и подходит к моему столу, здравствуйте, как зовут? Алексей? Молодец, Алексей. Комсомолец, комсомолец. Звучит почти как фантастика. Казалось бы, здесь перед главой твоего государства зачем скрываться? К чему называть чужое имя? Однако иначе было нельзя. Комитет госбезопасности следил в том числе и за собственными сотрудниками. Прослушивали телефоны. Иногда вот такая щелчка не было так, или там позвонят, звонок какой-нибудь и за волчок. Я чувствую, что это не технически. Что-то такое есть. Это раз. Во-вторых, вот что вы сказали, несколько раз в выходные за мной кто-то шел. Когда это повторилось еще раз, уже другой, я понял, что периодически за нами следят, значит, кем мы общаемся, куда идем. Однажды пришлось столкнуться даже с методом старым, как мир. Ночная бабочка, скорее всего, выполняющая собственное задание, очень настойчиво добивалась близости с кремлевским метродотелем. По всей видимости, ее задача была проверить, не скажет ли мужчина лишнего, не выдаст ли секретную информацию. Младиночка, ну, наверняка, проститутка. Давайте познакомимся. Мы познакомились. Я привел ее домой, переспали. И когда я ушел в табалет, то она чувствует, что она разрушилась в моих вещах. Я сказал, в чем дело? Вот, что такое? Вот, она, извините, я вас ошиблась, быстренько, значит, стала одеваться и ушла. Однако в жизни Ахмеда Сатарова все же появился человек, которому он не смог сказать неправду. Это был Владимир Высоцкий. Они познакомились случайно. Кремлевский метродотель устраивает банкет для видного журналиста в одном из ресторанов Москвы. Туда поздравить юбиляра приехал Высоцкий. Они говорили несколько часов. Ахмед даже читал ему свои стихи. А после поехали к Сатарову домой. У меня холодильник, открываю там, кояк у меня, икра, прочее. Увидел мою коньку. Как у бедного поэта, такая, значит, антикварщина. Я не бедный поэт. Я старший метродотель Кремля. Он говорит, да что? Он говорит, неужели? Я временно семью кормлю. У меня, значит, целые пять детей у отца. Вот, я закончу, уйду. Вскоре Ахмед Сатаров уволился. Правда, процесс ухода с работы прошел не вполне гладко. Когда решили вопрос, почему уходит Сатаров? Вот. А партор говорит, а может вы уходите, что вам политика нашей партии не нравится? Извините, никак нет. Значит, я ухожу просто. Я литератор, я пишу стихи. Ему позволили уйти. Но, как выяснилось вскоре, наблюдение вовсе не прекратилось. Во время ремонта в квартире дома кремлевских работников, где жил Ахмед Сатаров, он обнаружил довольно странные подарки. На полу была такая фигня. Я думал, что, ну, наверное, дети закопали. Наверное, это было послушать устройство. Потом подобное было еще на уху вентилятора. То же самое. Вот такой была слежка тех времен, когда не существовало даже намека на интернет. И, безусловно, она пугала людей намного сильнее, чем сегодняшнее так называемое тотальное наблюдение. Сейчас, по мнению специалистов, люди готовы сами рассказать о себе буквально все. Ну, а почему? Большой брат следит за тобой. Знаменитая фраза из романа Джорджа Оруэлла стала символом тотального надзора. Но что, если истинное назначение этого всевидящего ока на самом деле совершенно другое? Исследователи выдвигают невероятную версию. Мы имеем дело с новой религией и ее электронным богом. Крупнейшая в мире статуя Иисуса Христа в Польше теперь выглядит вот так. За короной спрятаны антенны и датчики. Теперь Господь дарит не только любовь, но и интернет. Местные власти уже объяснили, высота статуи 52 метра. Идеально для того, чтобы превратить Христа в точку Wi-Fi. Но наши эксперты говорят о том, что именно эту статую вполне можно считать символом нового электронного бога. Философ Альтер сказал, что если бога не было, его стоило бы придумать для того, чтобы управлять чернью. Страх божий. Именно он долгое время был главным сдерживающим фактором для человечества. Бог все видит, а значит нельзя обманывать, воровать или убивать. Но католическая церковь становилась все более толерантной, все чаще поддерживала власть. А разрешение венчать однополые браки простило один из смертных грехов. Недаром люди стали отходить от религиозных установок. Новый бог, о котором большая часть конфессий говорит сегодня, никого не пугает. Именно поэтому в 80-х годах в Америке появился план Дейс Плексис – сетевой бог. Суть плана была проста. Необходимо создать такое общество, где человек будет постоянно под наблюдением. И как только люди это поймут, страх всевидящего ока вполне заменит страх божий. Граждане будут реже совершать преступления из боязни, что за ними наблюдают. Однако план обернулся к глобальным просчетам. Глобальную сеть заполонило видео, снятое подростками. Они стали фиксировать собственную жестокость, издевательства над сверстниками, малышами или животными. Эксперты-психологи считают, в данном случае речь идет о так называемом инфантильном криминале. Подростки часто обнародуют свидетельство своих преступлений, потому что они привыкли сообщать социальным сетям обо всем, что делают. У них уже притупленное внутреннее восприятие того, что он кому-то другому причиняет боль. Он считает, что в этом ничего такого нет. Он самоутверждается за счет другого человека. И ему это гораздо важнее. Но есть и другое мнение. Все эти видео на самом деле дары новому божеству. Электронный бог, который воспринимается молодежью как важная часть их жизни, требует жертв. И все чаще эти жертвы – реальные жизни реальных людей. Мы видим здесь признаки религии древних народов, например, ацтеков или майя, когда приносились жертвы определенные, кровавые. Сегодня эти жертвоприношения происходят повсеместно. И в США, и в России, и в Китае, и в Японии. Новое божество оказалось кровожадным. А главное – сама идея всеобщей слежки доказала свою несостоятельность. Даже пугать людей тотальным наблюдением уже бессмысленно. Они сами готовы открыть все свои секреты. Любой интернет-сервис для обмена сообщениями или звонками первым делом предупреждает пользователей. Все зашифровано, все под контролем. Но оказывается, пресловутая защита личных данных нужна в первую очередь тем, кому есть что скрывать. Нас пугают постоянным наблюдением, однако пора признать. Истерия по поводу тотальной слежки может оказаться гораздо опаснее, чем сама эта слежка. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова